Я вас прошу, пожалуйста, помолите нашим женщинам. Поехали. Уважаемый Владимир Владимирович, мы к вам обращаемся с болью, материнской болью, болью от жен, от наших деток, и просим вас о помощи. В общем, просим вас, чтобы вы справедливо помогли разобраться в нашем деле. Дело в том, что наших детей, ну и мужей тут, девочек наших, осудили, мы считаем, ну не очень справедливо. За 95-граммового малька дали 50 лет. Поэтому как бы, ну это, ну совсем, никак мы это ни сердцем, ни умом принять не можем. Очень убедительная к вам просьба, помогите, пожалуйста, разобраться в нашем деле. Дело в том, что сын у меня, инвалид третьей группы, пошел работать рыбаком не потому, что за большие деньги, а потому, что работу найти не смог, обращаясь в центр занятости. А травму получил, когда служил контрактником ВДВ в Ставрополе. Ну и тут у него работать не получилось. Ну попались ребята. Но от наказания как бы мы не отказываемся. Нет. Ну просим, просим вашей помощи и справедливо разобраться в нашем деле. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, мы также, я также прошу от всех жен, от всех матерей, наших детей. У нас вообще недавно родились грудничковые дети, им по полгода. Мы очень просим вашей помощи разобраться. Ну как бы несправедливый приговор в том, что во всем улове оказался один осетер в 95 грамм. Я считаю, что приговор несправедливый. Мы выживаем тут как можем, на детские пособия. То есть у нас дохода больше никакого нету. Я вас прошу, пожалуйста, помолите нашим женщинам. Уважаемый Владимир Владимирович, я ищу на летом с Геннадия Олеговича, который тоже присутствовал в лодке, как бы и осужден по этим же статьям. Дело в том, что он у нас получил травму при задержании. И мы целый год боролись за его выздоровление, проходили лечение очень тяжелое. Прошли пять операций. И после приговора нам такой, не скажу, что несправедливый, но слишком жестокий приговор. Жестокий для детей, жен, матерей. Матеря очень боятся, боятся не нуждаться своих детей, сыновей единственных. Кормильцев. Кормильцев, помоевцев. Но нужно как бы оказать дальнейшую медицинскую помощь, так как у него еще предстоит впереди операции. Мой сын не получил еще должного лечения. Папа домой. Ему в апреле месяце только должны снимать аппарат или зарубер. С этим аппаратом он сейчас находится в тюрьме. Как он там будет? Кто будет ему оказывать должное лечение? Субтитры. Продолжение следует...